мир всем а мы продолжаем делиться моей новой водосточной системой технониколь значит жалоба я все установил и когда начал уже делать трубы то собирался дождь по небу ходили сильные тучи подул ветер холодный поэтому я уже показываю уже как я их сделал ну просто некогда было снимать значит я немножко радуюсь радуюсь потому что вот это все строение которое я сделал я давно о нем думал давно хотел вообще водосточная система нужна понятно вот лично мне там для сбора дождевой воды и отведения воды от фундамента здесь же тоже постоянно у меня капало тут размокало это все не есть хорошо вот значит что мне понравилось давайте по порядку значит чтобы установить трубы есть вот прям такие zip пакетики индивидуальный такой вот наборчик здесь даже дюбель если стены стена бетонная все тут очень просто делается поскольку у меня здесь железо а там дерево идут стоечки вот я делал это очень быстро вымерил там расстояние значит не меньше 15 не меньше полтора метра должно быть друг от друга ну вот в общем беру вот этот как правильно назвать штырек такой вот сюда закручиваю все и прямо прямо вот так вот загоняю туда очень легко туда определенного расстояния все и на него потом уже надевается хомут все очень быстро специальные колено значит для этого предусмотрены вот 45 градусов есть соединительная муфта но я ее не использовал потому что ну по всей видимости труба трехметровая мне мне здесь достаточно здесь я вот установил сейчас буквально то есть это в этом году и кстати вот дядя игорь рыбаков как же будет надо мной смеяться но просто пошел дождь и мне нужно было что-то придумать а у меня этот бак с водой он тяжелый вот и мне там как бы я его не смог не пододвинуть ничего сделать поэтому я просто взял вот такой желоб и прикрутил его на алюминиевую проволоку проволока от техно николь но это шутка значит это все я уже сам придумал вот мне надо как-то было выйти из положения сейчас осенью вода уже как бы она не нужна практически вот ну пока мы еще водой все равно пользуемся вот в хозяйстве там поэтому все равно я ее собираю а потом придет время я все это разберу все это вылью и на следующий год уже установлю баки именно здесь вода будет непосредственно течь прямо в бак и интересный такой момент естественно площадь такая большой желоб и даже небольшой дождичек вообще небольшой там пару капель все это дело собирается и заметно как здесь вода увеличивается просто заметно то есть никогда такого не было я очень рад значит все основная масса воды приходится на эту трубу как я и говорил но все равно и по чуть-чуть и сюда капает по всей видимости вот этот метровый отрезок наверное вот и тут там буквально чуть-чуть набирается что еще мне очень понравилось в этой системе есть вот такая штучка называется он сейчас отвод для сбора воды сейчас я его распакую его я установлю следующем году в этом году я его не буду устанавливать потому что ну уже смысла нет что я сделаю так вот он берется на трубу значит вот так устанавливается и здесь вот видно отвод есть тут вот такая хитрая система сюда я надену шланг то есть получается что вода у меня будет и по желобу идти по трубе вот и еще я надену шланг и например у меня будут в огороде стоять бочки например и там как-то сделаю что у меня и у меня кстати два вот таких или три даже вот еще и там можно сделать то есть короче воды всем хватит и можете сразу туда набирать и здесь вот это вот очень интересная штука вода отсюда так очень смешно льется когда ее много прям мы обязательно потом посмотрим когда будет дождь прям это брызгается как то вот так вот последнее дело в моей водосточной системе это вот решетки такие понятно да для чего решетки для того чтобы сюда листья там еще как это хвоя в принципе у меня деревьев нету вот но я все равно поставлю в этой значит системе поскольку вот у меня эти кронштейны железные и они там немножечко как бы выступает внутри желоба я потом покажу то есть получается решетку буду ставить между кронштейнами вот она как раз должна туда влезти оказывается я потом посмотрела что существует там разные модификации водосточных систем и вот по всей видимости это старый вариант из-за этого мне было тяжело помните я не мог это защелкнуть соединение вот здесь ну и в принципе там вот там я потом уже когда уже силикон тюже начал тогда все хорошо стало но говорят что это старая модель в новой модели значит там уже намного все легче и более продуманно и проработанно поэтому я в принципе не расстроился мне очень приятно все у меня вообще все здорово все водичка текет набирается поэтому то что я хотел и самое главное что все просто даже ну не надо тут я говорю института заканчивать если следующем году я хочу потом увеличить поднять там изменить тут все просто раскрутил здесь там хомутики вот тут все крепко заодно посмотрим как все это будет держаться зиму я думаю никуда тут не денется несмотря на то что у нас большие ветра там ну и все такое сейчас вот установлю решеточку ну для того чтобы понимать тут тоже все легко пазы есть специальные все заходит вот раз они есть значит мы их тоже поставим вот тут получилось что сеточка по факту то она больше чем 60 сантиметров немножко буквально вот поэтому вот вот собственно тут и такие пазики вот она все как бы входит вот такого действия чуть-чуть конечно выходит на кронштейны но все самое главное можно вообще посмотреть то есть нужна ли она здесь вот но в принципе можно ее сделать можно наверное посмотреть там год не делать ее до если когда будет загрязняться все таки установить вот либо что-то сеточкой подделать чтобы кронштейн не мешал самое главное что все водичка идет наклончик есть небольшой там три процента капельки собираются большую струю задача выполнена собственно значит теперь наберемся терпения поживем бог даст и посмотрим как это все будет через год работать вот пускай на постоит зиму значит весну вот час от осень как она будет там обледенение какие-то еще что-то ну собственно все на этом наш обзор новой полезной штуки для хозяйства водосточной системы техно неполь закончен он один-один таков рыба рыба рыбаков спасибо начальником за это ой болтик потерял что тут происходит хрюшком сварили едят объелись по тву не едят вот это жизнь настала классная